Государственное юридическое бюро Уже на протяжении почти двух лет наше учреждение работает, принимает граждан, оказывает бесплатную юридическую помощь. И эта помощь была оказана на сегодняшний день уже 1600 гражданам. А вот кто в нашем регионе может получить бесплатные консультации юридические? Категории граждан, которым полагается бесплатная юридическая помощь, установлена законом. Так, закон округа предусматривает такие категории граждан, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, как граждане, средний душевой доход которых ниже прожиточного минимума. На сегодняшний день прожиточный минимум составляет 16 593 рубля. Инвалиды 1, 2, 3 групп. Ветераны Великой Отечественной войны. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, могут обратиться к нам через их законных представителей. Многодетные семьи, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, жители села, ну и другие категории граждан. Какие услуги оказывает ваше бюро? Учреждение имеет право оказать бесплатную юридическую помощь в виде предоставления устной консультации, письменной консультации или представления интересов в судах, в государственных органах, муниципальных органах и иных организациях. А вот жители сельских населенных пунктов, как они могут к вам обратиться? Жители сельских населенных пунктов могут также, как и все остальные категории граждан, прийти к нам непосредственно по месту нахождения учреждения, написать заявление, предоставить документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на селе. А также работники нашего учреждения регулярно выезжают в сельские населенные пункты для непосредственного оказания помощи уже на месте, на селе. Какие населенные пункты выезжали недавно и в какие собираетесь? С начала этого года работники нашего учреждения посетили уже село Коткино, Нель-Минос, Харта и Великовисочное. В настоящее время мы собираемся поехать с 25 по 27 юрист посетит нижнюю пёшу, верхнюю пёшу деревню Волоковая. С 25 по 1 апреля работник посетит, другой уже юрист посетит село Несь, Верхнюю Мгла, деревню Верхняя Мгла и Чижа. И планируется следующая поездка с 6 по 8 апреля в деревню Коткино. Ну вот почти два года уже работает Госюрбюро. С какими вопросами чаще всего обращаются жители нашего округа? Чаще всего жители интересуют порядок получения мер социальной поддержки. Кроме этого, особенно жители села интересуют и им нужна помощь при оформлении прав на недвижимость, на дома, на жилые дома, на квартиры, на земельные участки. Также граждане обращаются по вопросам пенсионного обеспечения, семейным вопросам. Ну вот основные вопросы — это меры социальной поддержки, порядок их предоставления и оформление, государственная регистрация прав на недвижимость. Кроме оказания бесплатной юридической помощи, чем еще занимается Ваше бюро? В соответствии с законом, Государственное юридическое бюро обязано проводить правовое просвещение среди населения. Таким образом, например, за 2014 год работниками Госюрбюро было проведено порядка 45 лекций и семинаров на правовые темы, актуальные правовые темы. Лекции и семинары мы читаем, проводим в комплексном центре социального обслуживания населения, в библиотеке для Союза пенсионеров, для Совета ветеранов в поселке Искателей. И, конечно же, мы каждый раз, когда мы выезжаем в населенный пункт, мы проводим там для жителей села семинары на интересующие их темы. Спасибо, Ольга Михайловна. Напомню, в гостях программы «Социнфо» был директор Государственного юридического бюро Неницкого округа Ольга Питунина. Как открыть собственное дело, не имея начального капитала? Безработным жителям, желающим работать на себя в центре занятости населения, помогут составить бизнес-план и дадут необходимую сумму для открытия своего дела. Около года назад Александр Генералов числился в центре занятости населения как безработный. Сейчас он индивидуальный предприниматель, занимается фотографией. Любовь к работе с фотокамерой появилась ещё в подростковом возрасте. Спустя 15 лет любимое дело стало приносить стабильный доход. Впечатлила меня фотография. Мне нравится именно сам этот момент, что в запечатлённом мгновении смотришь на эту фотографию и видишь множество моментов того дня именно в одном запечатлённом мгновении. Подготовка к съёмке у Александра похожа на ритуал. За несколько минут выставляется всё необходимое оборудование. По словам начинающего бизнесмена, всё работает на аккумуляторах, поэтому фотосессию можно вести не только в помещении, но и на улице или на отдыхе в лесу. Сегодня услугами начинающего предпринимателя в сфере художественной фотографии воспользовалась и наша съёмочная группа. Но, Александр, что мы делаем дальше? Для начала мы настроим свет, то есть сделаем 2-3 пробных кадра. И потом, когда уже свет у нас будет полностью настроен, достаточно нас будет устраивать, мы сделаем небольшую фотосессию. В прошлом году Александр получил субсидию от Центра занятости населения. 105 тысяч рублей пошли на покупку необходимой техники и оборудования. Сейчас он работает на выезде в перспективе открытия своей фотостудии. Пока это только план, и сейчас, говорит Александр, главное наработать свою клиентскую базу. Клиентов немного. На самом деле я не предполагал даже, что у нас на Ринмаре такая довольно-таки здоровая конкуренция в сфере фотографии. Я пока не начал этим заниматься, считал, что, ну, что тут, один-два фотографа, мы сюда быстренько влезем. Нет, это не так. Конкуренция здесь есть, здесь есть фотографы, которые занимаются уже не один год, у них своя наработанная база. Я пока что только вливаюсь. К примеру, Александра Генералова готовы последовать несколько десятков жителей региона. На очередной комиссии в Центре занятости населения рассмотрели заявки трёх будущих бизнесменов. Сферы оказания услуг различные – от строительства и ремонта до дизайнерской мастерской. Дизайнерская мастерская пошла, то есть у нас город растёт, развивается. Все хотят в красивом помещении работать и жить. Вот сам тоже, конечно, хотел бы в красивом помещении работать и жить, но уже работать на себе. Все претенденты долгое время не могли устроиться на работу, поэтому решили создать для себя рабочее место. Антон Куркин мечтает открыть индивидуальное предприятие «Гарант». Начать планирует с ремонта квартир и домов в перспективе капитальное строительство. Новое предприятие – это новые рабочие места. И не только в Наринмаре. Например, будут какие-то объекты в дальнейшем, может, на сёлах будем привлекать. Не с города людей, а прямо с сёла. Прямо вот, кто там живёт, проживает, их же и будем привлекать. Создать рабочие места на селе планирует и другой будущий бизнесмен. Алексей Кожевин – житель Харуты. Впервые в центре занятости будет открыто собственное дело безработного гражданина на селе. Но я считаю, что мы идём в этом смысле в тренде тех установок, которые руководство субъекта для нас подготовило. Комиссия одобрила все представленные проекты. В дальнейшем будущим предпринимателям предстоит оформить ИП. И после этого они получат денежные средства на покупку самого необходимого для своего дела. Для федеральных льготников Ненецкого округа ежемесячные выплаты и стоимость набора социальных услуг вырастут на 5,5%. Набор теперь составит 930 рублей в месяц. Из них 716 направляются на лекарства. 110 рублей – на санаторно-курортное лечение. 102 – на проезд в железнодорожном транспорте. Льготники по желанию могут получить полный набор услуг в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Либо отказаться от льгот полностью или частично. В регионе проживает свыше 3,5 тысяч федеральных льготников. К этой категории относятся ветераны боевых действий, инвалиды и лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. Почти 700 льготников предпочли в этом году получать денежные компенсации взамен предоставляемых услуг. Получить соцпакет в натуральной форме полностью либо частично решили 2829 федеральных льготников. Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. Для этого следует обратиться в пенсионный фонд по месту жительства с заявлением до 1 октября. Задать вопросы и получить личную консультацию вы можете на приёме народных избранников. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ненецком округе информирует о датах личного приёма депутатов. 23 марта приём проводит Ольга Старостина, депутат городского совета. 25 марта вас ждёт Даниил Исполинов, депутат окружного собрания депутатов. Приём проходит с 14 до 17 часов. По адресу улица Смедовича, дом 20А, здание культурно-делового центра Арктика, вход с площади Марацей. Телефон для справок 2-16-90.